МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дали старт к году экологии. Там работала и наша съемочная группа. Последние 9 лет каждый год президент России посвящает той или иной актуальной тематике, чтобы привлечь к ней внимание общественности. Так, 2008-й стал годом семьи, 2009-й годом молодежи, уходящий 2016-й годом кино, а следующий 2017-й станет годом экологии. Как отметил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванов, мы засучили рукава, чтобы провести генеральную уборку нашей страны. Уборка намечена действительно генеральная. Она коснется и атмосферы, и земных недр, и водных просторов. На 12 месяцев следующего года запланировано 600 мероприятий во всех регионах страны. Чтобы вести диалог между ними, профильными ведомствами и максимально привлекать общественность, решено использовать формат телемарафонов. Первый телемарафон года экологии посвятили обсуждению планов работы в 2017-м и созданию первого общественного экологического телевидения, сокращенно «Поэт». Такой экологический канал, он поможет гражданам и обращаться, и получать дополнительную информацию. К сожалению, если мы отметим, у нас все-таки недостаточно идет пропаганда по поводу сбора мусора. Очень сложно найти, и действительно нет практической информации, даже в Москве, куда нужно сдавать батарейки. А это ведь медленная смерть, и вот такой канал мог бы способствовать, чтобы больше разъяснения. Один из авторов идеи создания экологического ТВ Николай Дроздов отметил, у него есть вида на экспертов из Чувашии. Опыт нашей республики пригодится в работе. Мы уже дали Чувашию, такое название Чувашии, это сердце России, понимаете. Мы так посмотрели, она расположена прямо в центре, на карте, в самом центре, так по форме похожа. В общем, это, конечно, сердце России. И, значит, экологические проблемы будут решаться с учетом опыта Чувашских ученых, в частности. Что касается направления работы в год экологии, то всем субъектам страны рекомендовано разработать свои планы. Все мероприятия и меры можно разделить на несколько блоков. Один из самых крупных – внедрение новой системы обращения с бытовыми отходами. Строительство, рекультивация или ликвидация полигонов и карьеров, твердых бытовых отходов, запуск в эксплуатацию мусороперерабатывающих заводов и комплексов, строительство и восстановление действующих шламовых полей. В этом направлении в Чувашии начали работать задолго до объявления тематики 2017 года. Речь о полигоне ТБО, который уже называют удачным примером частного государственного партнерства. Строительство новых объектов полигона в плане работы на 2017. Кроме того, продолжится модернизация водоканала в Чебоксарах и биологических участных сооружений в Новочебоксарске. Предусмотренные меры, которые не требуют серьезных денежных вложений, но должны дать хороший результат. По итогам прошлого года, по национальным рейтингу здесь были на 9 месте. В этом году мы на 6 месте среди 85 субъектов Российской Федерации. Наша дальнейшая задача – работать в этом направлении уже воспитание наших детей, начиная с детских садов. Допустим, пример Японии. Дети же обучаются по выделению мусора, стекла в один контейнер, допустим, бумаги в другой контейнер. С этого возраста. Вот наша главная задача. Там никаких миллиардов не надо. Нужно заниматься воспитанием и обучением наших детишек. Еще одно большое направление – работа над природоохранным законодательством. В следующем году законотворцы планируют усложнить жизнь экологическим двоечникам и предлагают поучаствовать в этом общественности. Любой законопроект, который так или иначе связан с природными ресурсами, он затрагивает миллионы и миллионы людей. Поэтому мы взяли за принцип, если законопроект затрагивает интересы более нескольких миллионов наших граждан, мы обязательно каждый этап должны обсуждать не только в экспертном узком сообществе, но и с людьми, в отношении которых принимаются те или иные решения. Поэтому мы при Комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям уже учредили такой общественный экспертный совет, в который может записаться каждый желающий. Итак, старт году экологии дан, а вот дата финиша не определена. Останавливаться в этой работе не стоит. Мы все понимаем, что одним годом, год экологии не может завершиться. Пока живет природа, пока живет человек, это постоянная системная комплексная работа. Потому что от этого зависит здоровье людей. Миллиарды рублей выделяем на охрану окружающей среды. Так было, так есть, так оно будет. Потому что вопросы экологической безопасности, охраны окружающей среды, они являются для нас, для меня, для главы республики приоритетом номер один. Это ключевая наша задача. Потому что мы должны оставлять для наших детей хорошую, чистую природу. Ольга Пырышкина, Сергей Адушкин. Республика. 13 декабря 2016 года в 14 часов в Ледовом дворце Чебоксары-Арена пройдет торжественное закрытие в Чувашской республике года российского кино, года человека труда и открытие года экологии, года матери и отца. В церемонии планируют принять участие популярные творческие коллективы. Известные артисты. Ожидаются и гости из Москвы. Члены 6-го состава Чувашского избиркома собрались на первое заседание. Главная интрига. Кто станет председателем комиссии? Его кандидатуру утвердили сегодня. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Пятый состав республиканского ЦИКа был сформирован летом 2011 года. Но за плечами большинства его членов десятки избирательных компаний. Аксакалам вручили благодарности, нагрудные знаки и дипломы. Избирательные компании были разные, но никогда отмечают члены ЦИК России. В адрес коллег из Чувашской республики серьезных жалоб не поступало. Работу проводили качественно, за что, собственно говоря, избирательной комиссии прошлого состава и непосредственно председателю Алексею Ивановичу хотел бы сказать большое спасибо. И на территории Чувашской республики соблюдаются и будут соблюдаться, и рассчитывая уже на новый состав, все нормы, все пункты, можно сказать, морали и этики достойного гражданина Российской Федерации всегда будут соблюдаться нормы волеизъявления, прежде всего, граждан, которые имеют полное конституционное право на свое волеизъявление по тем или иным выборам в разные уровни власти. В очередной состав Чувашского ЦИКа вошли 12 человек. Шестеро членов представляют региональное отделение партии, четверо общественные структуры. Еще двоих назначили в Центр избиркоме страны. Свои обязанности они начали исполнять накануне. Были учтены требования закона об обязательном назначении не менее одной и второй под назначаемого числа членов избирательной комиссии на основе поступивших в предположение от политических партий, вытолнивших в федеральный список кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Государственном Думе Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва. Вновь назначенные члены ЦИК сегодня избирали председателя. Его кандидатуру предложили в Российском избиркоме. Чтобы провести эти выборы, были утверждены бюллетени, а в зал Дома правительства привезли урну. Итоги выборов огласили сразу за Александра Цветкова, проголосовало большинством. Число голосов, поданных за кандидата – 8. Число голосов, поданных против кандидата – 3. Александр Цветков стал третьим в истории республики председателем Чувашского избиркома. Особо хочу поблагодарить тех членов комиссии, которые проголосовали против. Если они не ошиблись, случайно не поставили, значит, не все во мне еще потеряно. Есть еще резервы для совершенствования. По-прежнему в Чувашском избиркоме продолжит работать заместителем Петр Куприн. Свой пост секретаря сохранил и Сергей Тарасов. У членов 6-го состава ЦИК работы непочатый край. Именно им предстоит провести грядущую избирательную кампанию президента страны. Медрик Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с председателем контрольно-счетной палаты региона Светланой Арестовой. Контрольно-счетная палата формирует план работы на 2017 год. Уже сейчас изучаю материалы по структуре самой счетной палаты. Смотрю, какие результаты предварительная контрольно-счетная палата имеет по состоянию на 1 декабря. То есть проведено более 122 контрольных мероприятий на сегодняшний день. Порядка 127 миллионов было выявлено финансовых нарушений различного направления. Но я думаю, что наша задача не только выявлять финансовые нарушения, но и смотреть, что можно совершенствовать в бюджетном процессе. Михаил Игнатьев пожелал Светлане Арестовой эффективной работы и выразил уверенность, что как независимый орган КСП будет контролировать эффективность использования бюджетных средств в республике. Контрольно-надзорная деятельность, оперативная работа, мониторинг всегда нужен, потому что финансы любят счет, как говорили. Сегодня мы эффективно выстроили взаимоотношения с контрольно-счетной палатой Российской Федерации. Мы, вы знаете, управляем эффективно общественными финансами по духовной части, по налогопотельщикам. Вы в теме практически многих узнаете. Сегодня на базе Республиканской детской клинической больницы открылся Центр связи детства для удаленных консультаций с федеральной клиникой. В открытии принял участие главный детский онколог Минздрава России Владимир Поляков. Центр телемедицинской связи открылся на базе отделения онкологии Республиканской детской больницы. Телемедицинская связь позволит обеспечить обмен данными между онкогематологическим центром в Чебоксарах и Российским онкологическим научным центром имени Блохина. Благодаря этим технологиям врачи Республики по защищенным каналам могут в режиме реального времени получить экспертное заключение специалистов федеральной клиники по поводу лечения детей с онкологическими заболеваниями. При этом самим пациентам и их родителям не нужно будет выезжать для консультации в другой город. Все происходит дистанционно. Если оценить состояние онкологической помощи в Республике, то оно находится на среднем уровне, как везде по России. Потому что блестящего состояния помощи детям с онкологическими заболеваниями, их по пальцам посчитать. В основном это федеральные центры, где есть все специалисты, все возможности, команда работает. Потому что диагностика и лечение детей с онкологическими заболеваниями – это очень сложная, очень трудная задача, которую не может решить один доктор. Сеанс связи, по мнению главного детского онколога, прошел успешно. Владимир Поляков провел первую консультацию пациентам. Протестировал качество передачи снимков, анализов и другой медицинской информации. Такой телемедицинский центр – один из первых в России. И дальше по опыту Чувашии они будут открываться в других регионах. Во многих случаях это избавит необходимость родителям посещать и ездить в Москву для очных консультаций. По сути, эта система позволяет создавать эффект присутствия, передавать все медицинские изображения, которые обладают очень большим объемом памяти и по защищенным каналам. Я думаю, что это очень большой шаг в рамках информатизации всей системы здравоохранения. Мы продолжаем следить за ходом регионального чемпионата WorldSkills. Напомним, соревнования проходят на семи площадках. Одна из них – Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции. Здесь традиционно базируются два направления – поварское и кондитерское дело. В этом году добавили новую компетенцию – ресторанный сервис. Подробности далее. Сегодня молодые кондитеры используют в работе один из самых капризных материалов – шоколад. Задача – приготовить три вида конфет из трех видов шоколада, а кроме этого сделать композицию из карамели. Участники стараются работать ювелирно. Любое неверное движение может все испортить. Плюс нужно соблюдать так называемую громовку. Изделия должны быть полностью идентичными. Вчера ребята лепили модель из марципана, завтра им предстоит приготовить антроме и десерт. В критерии оценки входит абсолютно все. То есть это и субъективные показатели, которые отражают вкус, текстуру, конфет, внешний вид, общие впечатления, соответствие теме, заданной нашего конкурса. Ну и также объективные критерии, показатели – это количество заданное для изготовления, вес определенный. То есть все должно совпасть. Все стараются, все выкладываются на рабочем месте. Мы верим во всех наших участников. А за соседней дверью соревнуются уже повара. У каждого целый арсенал – ножи, вилки, лопатки и венчики. Кто-то из участников трет цедру апельсина, а кто – вырезает филе рыбы. Настоящий повар должен уметь готовить разнообразные блюда. В этой компетенции проверяют свои силы девять участников. Среди них – ребята из других регионов – Московской, Саратовской, Самарской областей. Ребята повышают свою компетентность, они стремятся к профессиональному росту. Современный повар должен не только знать теоретические основы кулинарные, но еще и, естественно, уметь их готовить, уметь использовать современное оборудование, новые технологии, изучать кулинарную моду. Компетенцию ресторан и сервис в программу чемпионата включили впервые. Ребята выполняют два модуля. Правильная сервировка стола, складывание салфеток, встреча гостей, подача меню. Работа официанта не так проста. Приготовление различных коктейлей – тоже часть обязанностей. В уровне сервиса и обслуживания соревнуются шесть человек. Я решила, потому что решила себя попробовать в чем-то новом. Решила расширить свой кругозор. Я считаю, сотрудник должен быть коммуникабельным, честным, он должен быть добрым, отзывчивым. За работу участников внимательно следят гуру ресторанного бизнеса. Каждое движение и слово не остается без внимания компетентного жюри. Вот так проходит второй день соревнований в Чебоксарском техникуме технологии питания и коммерции. Завтра заключительный день чемпионата, по итогам которого станет ясно, кто будет представлять нашу республику на отборочном чемпионате, который пройдет в марте будущего года. Живописные полотна, которые создавались в августе этого года, 13-ю чувашскими художницами в Болдино нашли отклик в сердцах чебоксарцев. Выставка «Мир цвета глаз женщины» открылась в галерее Национальной библиотеки. Девушка задумчиво смотрит на свой портрет. Это Алина Жучкова, одна из главных героинь выставки. Перед зрителем она предстает то в образе Татьяны Лариной, то барышни-крестьянки. Пять часов понадобилось чувашским художницам, чтобы увековечить ее на полотнах. Две незабываемые недели провели они в старинной вотчине рода Пушкиных, в селе Большое Болдино Нижегородской области. Это место само по себе уже настраивало на творческий лад. Женщины смотрят на мир гораздо более добрыми, светлыми глазами. Поэтому произведения женские, вот я сколько лет наблюдаю девушек в этом процессе, они такие светлые, они восторженные, напитанные красотой от этих мест, в которых мы бываем и от контакта с теми людьми, с которыми мы общаемся. На протяжении восьми лет каждый год художницы-профессионалы и любительницы под руководством представительницы творческой интеллигенции Кокели Светланы Кокель выезжают в разные районы Чувашии, города и села России на пленеры. По мотивам творческих поездок создаются выставки. На пленере мы, когда встречаемся, мы радуемся, у нас такие теплые отношения, всю зиму ждем, когда пленеры будут ко мне звонят, спрашивают, когда у нас пленеры. У нас есть педагоги, художницы, которые художественно-графические факультеты заканчивали, художественное училище, чтобы они тоже присоединились к нам. Будут заявки, мы примем. Выездные живописные сессии художниц Чувашии стали заметным явлением в культурной жизни республики. Выставка «Мир цвета глаз женщины» в очередной раз подтвердила значимость таких поездок. То, что я сегодня увидела, меня просто поразило, потому что я не представляла себе, что за столь короткое время можно создать вот просто обилие всего этого красивого, многообразного мира, выплеснуть его на полотно, на бумагу. Татьяна Филатова, Дина Кустова, Андрей Спиридонов, Республика. В октябре 2016 года ушел из жизни один из опытнейших операторов Чувашии Сергей Мышев. Почти 35 лет Сергей Иванович проработал в государственной, телевизионной и радиовещательной компании Чувашия. К своему труду он всегда относился с большой ответственностью и любовью, что непременно отражалось на создании фильмов и программ. В Госархиве электронной кинодокументации проходят недели фильмов, посвященные памяти Сергея Мышева. Будучи студенткой, свои первые шаги в журналистике, под пристальным вниманием его объектива я пыталась сделать как можно уверенней. Сергей Иванович, много лет работавшись с маститыми телевизионщиками республики, без капли критики, на редкость был отзывчив. В рыжеволосом, с обаятельной улыбкой телеоператоре, многие находили необыкновенную душевную теплоту и доверие. Солнечный зачик, так называли его коллеги. Также называется одна из лучших детских передач на ГТРК «Шевле». Совместная работа Марины Корягиной и Сергея Мышева. Почти 25 лет они создавали уникальные проекты и по сей день вызывающие восторг у зрителей. На разных всероссийских, международных фестивалях мы часто участвовали и побеждали. И наши коллеги России и за границей часто говорили «Мы раскрыли тайну ваших побед». Мы удивлялись, а в чем же секрет? Они говорили «Самый большой секрет в том, что вы нашли друг друга». Телевидение – это командная работа. Там оператор, сценарист, режиссер – они должны работать как один организм. Он вечный художник со своим неповторимым почерком. Отдушина находил не в новостных сюжетах, а в художественных и документальных фильмах. Один из последних – Терентий Дверинин. «Сто лет спустя» о чувайском народном мастере, этнографических миниатюр удостоен Гран-при фестиваля национального вещания «Голос Евразии». И это лишь одна из многих наград Сергея Мышева. Свой человек для тех, кто в кадре и за ним. Поистине народный. Сергей Иванович находил общий язык с любым, с кем приходилось работать. Когда про Сергея Мышева говорили, и сейчас говорим, что это солнечный оператор, я наблюдал, как Сергей работал, как он ловил солнце. И вот его рыжая светлая голова и солнце, как бы это все переливалось. И мне казалось, что это солнце работает, а не Сергей. Люди приходят и уходят. Только благородные дела, не умолкая, повторяют их имена в сердцах современников и потомков. Он не дожил всего несколько дней до очередной своей награды. На втором Всечувашском кинофестивале «Азам» Сергей Мышев был удостоен специального приза за вклад в развитие чувашского киноискусства. К сожалению, уже посмертно. Мальвина Петрова, Андрей Спиридонов, Республика. «Борьбу в школу» – так называется проект, с которым представители Федерации спортивной борьбы России познакомили сегодня учителей физкультуры Чувашии. Программа уже внедрена в 225 школах страны. Чувашия – регион с ярко выраженными традициями вольной борьбы. Начали свое выступление гости. Поэтому не будет неожиданностью и внедрения ее элементов в школьную программу физической культуры. Еще в 2014 году проект «Борьбу в школы» получил поддержку Министерства науки и образования России. К его реализации приступили сразу же. Сейчас он развивается в 33 регионах. На очереди – Чувашия. Основная задача, прежде всего, для нас – укрепление и физически, и морально. Многое зависит, прежде всего, от преподавателей физической культуры и спорта. Почему? Если преподаватель заинтересован, готов показать какие-то навыки, умения свои передать детям, тогда будет этот процесс развиваться. Поэтому мы хотим дать сегодня начальные навыки для преподавателей физической культуры. О воспитании в стенах общеобразовательных школ профессиональных спортсменов речи не идет. По словам создателей проекта, на уроках детей будут обучать элементам борьбы посредством подвижных игр. К нововведению участники семинара готовы и значимость программы осознают. Мы считаем необходимым вести вольную борьбу, так как это укрепляет здоровье, помогает им расти крепкими и сильными, а особенно для самообороны. И очень надеемся, что даже девочки подключатся с удовольствием. Преподаватели физкультуры ознакомились с метод-литературой. В планах федерации – выпуск учебного пособия для первых-четвертых классов. Увидеть, что из себя представляет вольная борьба в профессиональном исполнении, жители республики смогут 9 и 10 декабря на открытом Кубке России, в котором помимо сильнейших спортсменок страны будут представлены участницы из-за рубежа. Как и в прошлом году, мероприятие пройдет в формате концертно-спортивного шоу, которое стартует в субботу в 17.00 в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. В 20.30 на нашем канале смотрите программу «По существу». Гость студии – министр физкультуры и спорта Сергей Шелтуков. Речь пойдет о предстоящем в субботу Кубке России по вольной борьбе среди женщин на призы главы Чувашия. Как выбрать профессию, чем заниматься в будущем? Школьникам Чебоксар рассказали о том, как выпекается хлеб. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашия. На Петровском сегодня необычный день. Принимали самых важных и взыскательных экспертов. Каждый родитель знает, насколько важно кормить детей полезной и здоровой пищей. И вот ребята сами решили узнать, как и из чего готовится настоящий хлеб. Да и попробовать себя в роли профессиональных пекарей. Хлеба на Петровском выпекают на новом сложном автоматизированном оборудовании, привезенном из Европы. Оно обеспечивает точность соблюдения рецептуры, бережное и тщательное замешивание теста. А пекари Петровского следят за тем, чтобы хлеб получался как из домашней печки. Особое отношение на Петровском к тесту, ведь именно с него начинаются настоящие полезные хлеба. Пышные, с ароматной корочкой, нарезанные и упакованные в дышащую упаковку, с фирменной желтой лентой и полосками. Они занимают почетное место на полках магазинов и на столах горожан. Хлеба от Петровского любимы детьми и взрослыми. Многим нравятся их вкус и польза, и все без исключения находят их лучшими. Вы очень хорошо печете, и чтобы вы продолжали так вкусно печь. Петровский всегда есть на столе. Он такой вкусный, сочный, мягкий. И хочу пожелать всем успехов, кто тут работает. Спасибо!